Всем привет! Дорогие читатели сказали, что сегодня день рождения великого русского поэта Александровича Введенского, путаю с Бастрекиным его, и на самом деле 6 декабря, то есть 23 ноября по старому стилю, но это не помешает нам, чтобы отдышаться в том числе, начать с чтения стихов. Собственно, давно мечтал прочитать это в стриме, вот книга «Всё», которую, значит, всем советую, она легендарная, ее составляла мама того гостя, давайте скажем уже кто он, мама того гостя, который однажды забухал или там что, и не пришел к нам на стрим. Умка Анна Герасимова, и прекрасно, одна из лучших таких филологических работ, это, собственно, жизнеописание Введенского и собрание его текстов. И поражает, меня поразило при первом чтении, когда читаешь такую хорошую стандартную филологическую работу выше среднего, вот, и, соответственно, потом, когда, значит, дошло дело до его реабилитации в какие-то там годы 60-е, значит, по тогдашним порядкам довольно позорным, вы знаете, да, как его убили. На самом деле, вот я всегда осторожно отношусь к таким вещам, если в официальной биографии написано, что умер от дизентерии в поезде по дороге в Казань во время этапа в 42-м году, то это, может быть, вполне объяснено так, что, ну, в смысле, фальшивое, да, традиционно, там и про Мейрхольда такое написано, что он там в годы войны умер в справке о смерти, и про Бабеля, еще про кого-то, но поскольку у них были какие-то либо родственники, либо друзья, которые могли добиться точных данных, в итоге выяснялось, что убили их там через какое-то время после ареста и, соответственно, захоронили в коммунарке. Возможно, опять же, я не специалист, я однажды так к одной девушке, которая так написала про своего деда, что вот как бы ему дали 10 лет без права переписки, умер, соответственно, там, в 42-м году в лагере, я говорю, ну, обычно так писали, там, умер от пневмонии, допустим, да, если расстреляна такая, да, я тоже так думала, но вот там есть свидетельство его каких-то сокамерников, соборачников, что умер именно тогда. В общем, так или иначе, замученный советской властью, русский гений Александр Веденский и, соответственно, его, ну, собственно, бесспорно главное стихотворение, которое я сейчас, выбрав его по оглавлению, да, к чему я говорил-то про умку. И, в общем, да, в этой книге обычная филологическая книга, и там, соответственно, вот когда дошло дело до его реабилитации, стали опрашивать свидетелей, которые, значит, при его аресте в уголовном деле фигурировали. И один из них стал членом ЦК. И, значит, есть направление, там, или как это, ордер на допрос от прокурора, и есть какое-то постановление генерального прокурора Украинской ССР, поскольку там Харьков был, да, что, значит, отменить этот допрос, поскольку этот человек стал членом ЦК, членом Политбюро Компартии Украины. И, соответственно, сноска от филолога, вот именно в такой наукообразной книге, внизу написано, можно предположить, что позвонили из ЦК и сказали дословно, да вы охуели, допрашивая члена Политбюро. Вот когда видишь слово охуели в таком буквально научном тексте, всегда почему-то, ну, удивляешься. Итак, страница 261. Я традиционно говорю, что поскольку по вторникам я слегка надраконенный, и стрим менее, наверное, удачный, и вот пот стекает с лица, и речь более, что называется, истеричная, но, может быть, чтение стихов, соответственно, как-то на это повлияет, да, и вот елка в семье Пузыревых, конечно, тоже. Итак. Субтитры сделал DimaTorzok Веденский прекрасный, как бы, поэт, автор, и, ну, человек там, понятно, какой судьбы. Не только, конечно, что касается расстрела, гибели в тюрьме, вернее, да, но и, собственно, в рамках абореутства, отношений с Хармсом и так далее, и так далее. Ну, это было такое лирическое отступление в начале, по-моему, отдышаться оно мне не дало, тем более, что прекрасные многие из вас, по крайней мере, которые забыли, что в 9 вечера стрим, торпедируют меня своими сообщениями. Очевидно, с десктопа всегда, вернее, не всегда, когда набираю с духу, в итоге, там, в ответ на 15 сообщений с интервалом 1 секунда, спрашиваю, дружище, а ты, наверное, с компьютера пишешь. Это обычно людей смущает, но есть какой-то риск, что называется, огорчить человека, подумать, вот Кашин обнаглевший какой-то сноб, которому не нравится моя с ним переписка. Ладно, это, что называется, было предисловие к нашему стриму, 7 минут. Так-то у нас сегодня гениальный Александр Петриков на две темы, причем, ну, вторая тема, понятно, Бастрикин, я про нее напишу сегодня отдельно колонку, бог даст. А первое, уже забыли, и я забыл, как звали того церковного иерарха, который, значит, сегодня попытался опровергнуть, да, что QR-код это печать Антихриста. Хотя, как говорит иерарх, конечно, в Писании сказано, что без печати, значит, да, нельзя будет покупать и продавать, но с другой стороны, говорит он, ведь не все же нельзя покупать и продавать, есть же товары первой необходимости, есть аптеки, куда пускают без QR-кода. Поэтому, значит, все сравнения с откровением Ивана Богослова, они беспочвенны. Там, видимо, пауза какая-то в разговоре, хотя, конечно, повод для тревоги есть. Повод есть для тревоги, это моя любимая тема, причем неоднократно в виде метафоры, звучавшая в каких-то давних колонках. Я помню еще, когда 11 лет назад Шнуров с Нойзом полемизировали про Химкинский лес, я впервые это написал, впервые в своей практике, не последний раз, что, да, вот опять-таки, если на Октябрятской или Пионерской звездочке нарисован Ленин, ну, понятно, этот тоталитаризм, все ходят строем. А если нарисован Академик Сахаров, всех уже переклинивает, да. Если бы Путин, я уже о себе говорю, если бы Путин в 2014 году ввел войска в Прагу, я бы, конечно, сказал, нет, нельзя вводить войска в Прагу, это безнравственно и неприлично. А вот войск в Крым, это уже другой разговор. Естественно, вот даже те люди, которые думают, что у них есть четкая картина мира, у них сбой происходит вот как у этого батюшки, да. Потому что, действительно, ну, как бы, печать Антихриста, там, понятно, вообще, конец света, мы об этом читаем поколениями, и, в общем, ну, наверное, да, наверное, когда-нибудь он будет. Но когда, не завтра же, да, и признаки, вот, пожалуйста, раз, два, там, зверь вылез из моря, еще что-то, конечно, ну, как бы, это теория очень клева, а когда это в реальности происходит, то, извините, смуглый деятель делается президентом США, то Грета возникает, то еще что-то, сказал, значит, правоконсервативный Олег. И, соответственно, уже вот совсем для тупых, да, выдают какую-то штуку, которая, соответственно, действительно ограничивает тебя в правах. Но нет, нет, все, все параллели не имеют смысла. Ну, как говорится, как говорится. Значит, для тех, кто не каждый наш стрим смотрит, неглубокие, что называются, поклонники нашего, пожалуй, лучшего YouTube-канала в этом жанре, хочу и поделиться своим ощущением, и спросить тех, кто смотрел сегодня днем беседу с Валерием Рашкиным, которое, конечно, давайте прямо как факт, как вот, ну, на самом деле незамеченный, в общем, никем, как новостной повод, да, сегодня, ну, хорошее, достойное, именно в рамках, в том числе, развития нашего канала, потому что каждый, что называется, не рядовой гость, это, как бы, как я, по крайней мере, надеюсь, да, очередная монетка в копилку превращения вот того маленького стримчика, который сейчас смотрит 332 человека, в какое-то более-менее заметное медиа. К сожалению, только мама Константина Семина, если она еще имеет отношение к этому изданию, в проекте накануне сделала новость из, в общем, сенсационного высказывания Рашкина на мой вопрос, что действительно он допускает, по крайней мере, что его друзья, с которыми он дважды в год охотится на протяжении 25 лет, могли его каким-то образом сдать. Я тоже так думаю, на самом деле, но в остальном беседа, посмотрите ее, она, ну, понятно, коммунист перед вами, то есть человек, который, во-первых, в рамках вот таких, того, о чем я говорил чуть выше, да, в рамках привязанности ко всяким образом, символам, лозунгам, выглядит довольно гадко, и Дзержинский у него желал счастья человечеству, и Советский Союз был братством народов, и Сталин фигура неоднозначная, как полагается, но за этой кожурой, которая, в общем, да, как бы крепка, как у всякого коммуниста, но, в общем, уже дырява и полупрозрачно, как у всякого современного, нам не у Совка. За этой кожурой кроется, во-первых, безумно испуганный человек, это видно, он, ну, будучи, наверное, политиком с опытом, умеет, конечно, отвечать, ну, более-менее, как бы, по меркам, да, российской политики, вполне прямо, даже на вопрос об убийстве Немцова, про который он мог сказать, да, что там, а, черт его знает, все мутно, а может быть, хохлы, нет, нормально сказал, политическое убийство, там, бла-бла-бла. Вот, ну, посмотрите, в общем, да, интересно, ну, действительно, человек, который, во-первых, очевидно, до сих пор надеется, что мосты не сожжены, и каким-то образом он будет прощен, и уж не знаю, там, оставлен в Госдуме, или еще что-то, или хотя бы не посажен и не убит, о чем я спрашивал его совершенно всерьез, сейчас, ну, не то, что там смертник, да, но, по крайней мере, не нулевая вероятность убийства, как я полагаю, тоже имеет, как бы, повод для того, чтобы его обсуждать. Ну, и, конечно, отдельное наблюдение, опять-таки, если б я сделал его первым, я был бы, конечно, гениальным, но оно, естественно, буквально воспроизводит знаменитое эссе, знаменитое, вернее, неоднократно мною воспетое, не самое известное эссе Эдуарда Лимонова, откуда берутся старухи, да, когда Лимонов, значит, уезжая из Советского Союза, видел, значит, бабок в байковых платках, таких злобных, тупых кургузах, которые, значит, из-под лоба и на тебя смотрят, и, соответственно, символизирует уходящую натуру, уходящее прошлое. И, возвращаясь в 90-м году, он вспомнил о них и подумал, что вот да, вот он сейчас выйдет на московские улицы, а бабок-то уже нет, они умерли, вышел, а бабки на месте. И тут он понял, что эти бабки были, собственно, ровесницами его матери в его детстве, носили ситцевые платья, улыбались, влюблялись, там, не знаю, целовались, рожали детей, и как так происходит? В общем, действительно, такой очень душевный текст, и, на самом деле, я абсолютно не рисую сейчас, да, я общаюсь сегодня с Рашкиным, причем, что называется даже, я думаю, это уловил уже, пересматривая какие-то фрагменты стрима, общаясь сегодня с Рашкиным, я тоже вижу перед собой кого-то, вот буквально очередного советского деда с советским КПССовским бэкграундом, как те, там, члены Политбюро, с которыми я общался, работая в журнале «Русская жизнь». И, ну, это очевидно, да, это на поверхности, и тут я подумал, блин, во-первых, да, у меня сегодня у мамы день рождения, и, на самом деле, это такой легкий тест, я не разрешаю родителям смотреть стрим, иногда они дают понять, что что-то видели, ах, ты опять сказал слово хуй. Я уж называется «Мама с днем рождения», и в этом моя хитрость, я скажу шепотом, если мама скажет потом «Спасибо, что в стриме меня поздравил», я скажу «А, ты смотрела». Так вот, Рашкин, да, юровесник, 55-го года, то есть 30-летний человек, 80-е, да, аудитория буквально, там, фильма «Асса», там, группы кино и телепередачи «Взгляд». И, ну, понятно, что никаким советским дедом тогда он не был. Я помню своего деда, 20-х годов рождения, там, человека в шляпе, в пальто и в ботинках, которые, соответственно, поколение кроссовок, поколение моего папы уже не носит. И вот как бы да, как происходит этот переход, у всех ли он происходит, или в данном случае коммунистическая партия накладывает отпечаток, потому что понятно, что даже какие-то молодые КПРФники, хотя нет, у них есть вот такой, там, гей-икона, да, партийная, Александр Ющенко, да, пресс-секретарь Зюганова и депутат уже многолетний, такой байкер, да, как я его помню, вечно в каких-то кожаных одеждах байкерских, на мотоцикле буквально, похожий на условного Антонио Бандераса. Ну, наверное, да, наверное, не всегда КПРФ накладывает отпечаток, ну, в общем, да, и когда спрашиваешь Рашкина, допустим, о Хованском, и он абсолютно искренне хлопает глазами и говорит, а кто это, здесь ему поверишь, ну, Жириновскому тоже веришь, но Жириновский того же поколения. В общем, говорите, как вам, отдельно спрашиваю, как вам мое поведение и мой разговор, ну, в общем, как говорится. Смотрим дальше, смотрим дальше, что у нас, что у нас у меня в шпаргалке. Значит, да, ну, сегодня, вернее, вчерашний, называется, ночной, ночная уже сенсация, да, что кто же это был, не Зыгарь его репостил, а первым сообщил, типа, байки из Спасской башни, наверное, или нет, или какой-то серьезный, относительно анонимный телеграм-канал. Про Кремлевский, опять же, маленький вопрос сегодня, Дуров сказал, что в телеграм-каналах, принадлежащих государственным органам российским, он не будет размещать рекламу. Начинание хорошее, в самом деле, представьте, телеграм-канал Владимира Путина, да, а внизу реклама, покупая криптовалюту, несерьезно. Вот, но, собственно, каков критерий, да, понятно, там, официальные каналы, если они вообще есть, если они кому-нибудь нужны, интересно. Министерству ведомств, как бы, да, официальные каналы губернаторов, а неофициальные каналы губернаторов, анонимные каналы, про которые все знают, что там губернаторы, АП, та же самая, да, министерства какие-то, корпорации, Роснефть, как мы знаем, да, дают на эти каналы деньги. Вот караульный, он может считаться государственным каналом, в нем надо не размещать рекламу. Это же действительно такое дело, интересное, по крайней мере. Шойгу сегодня говорил, что американцы сто раз за последнее, там, какое-то время отработали ядерную бомбардировку России. На самом деле, уж не знаю, отработали или нет, я помню, если ссылаться на этот советский, как бы, мой опыт с пенсионерами, да, Валентин Фалин, такой главный, наверное, из тех, с кем я общался, вот, классический дипстейт, работавший буквально с Берией, Молотовым, и в финале подготовившим договор о сдаче Германии, и, соответственно, ну, он это отрицает, но мы все понимаем, да, подготовивший договор о сдаче Германии, и в итоге закончивший жизнь немецким профессором в Мюнхене, по-моему, где-то там. Вот, он рассказывал, да, что вот он работал в международном отделе ЦК, там, все 70-е и 80-е, и вот ежедневно нагруженные реальным ядерным оружием американские стратегические бомбардировщики летят к советской границе, упираются в нее буквально, разворачиваются, и так до завтра. И каждый день вот они там у себя в ЦК, значит, следили за этими полетами, имея в виду, что вот мы привыкли, что 600 или 6000 предыдущих дней, значит, самолеты разворачивались, а сегодня они не развернутся. Под этим домокловым мечом совки жили, и это, конечно, тоже надо иметь в виду, надо учитывать. Вот, но об этом сейчас говорит Шойгу, об этом сейчас говорит вот этот опереточный, значит, тувинский фельдмаршал, говорит он об этом на каком-то совместном мероприятии с гораздо более опасным и серьезным и амбициозным врагом с Китайской Народной Республикой, и, соответственно, вот опять-таки, как я говорил выше, когда, значит, вот мы в совке, да, там, понятно, что плохо, если американцы будут нас бомбить. Когда мы в путинской реальности, и когда Шойгу в роли младшего партнера с китайцами говорит, что, представляете, американцы могут нас бомбить, тут уже другой повод. Верим, мы не верим, вздыхаем, как говорится. Да, ну что еще, что еще, вот Моргенштерн, суть лично, это мы относим, естественно, к этому самого, к Бастликину, про которого были писать колонку, а про Баронова я не договорил, да, в каком-то анонимном, но влиятельном телеграм-канале ночью написали, что, значит, спичрайтер Рамзана Кадырова Мария Баронова вот наехала на эту группу подчиненных Громова. Понятно, что Баронова не ведет телеграм-кадырова, я, может быть, лещу себе, но, зная Баронову и зная, как бы, степень взаимного нашего доверия, я бы об этом знал, так сказать, поверьте. Ну, тоже такой парадокс Рашкина, да, буквально, вот Рашкин говорит, да, я соврал, да, я испугался, да, я хотел, значит, уберечь друзей. И когда он отвечает на другие вопросы, там, связаны ли вы с Ходорковским, да, он говорит нет, а там через секунду он говорит, я соврал, ну вот. Но так или иначе, нет, я не верю, что Баронова ведет телеграм-канал Кадырова. Загадка, кто ведет телеграм-канал Кадырова, из базовых версий, на самом деле, первая, наверное, это Ольга Каримов, его, как бы, чеченский министр пропаганды, вроде бы, действительно, человек, хорошо говорящий и пишущий на русском языке. Но, откровенно говоря, каким бы прошаренным, продвинутым, прокачанным ни был Ольга Каримов, слабо верится, что он, тем более, вот в золотые годы, когда еще был инстаграм Кадырова, может так, собственно, изящно и профессионально, буквально по-западному, по учебникам, создавать человечный образ этого, в общем, людоеда и упыря. Вторая популярнейшая версия структуры Тины Канделаки, самые романтики говорят, что Тина Канделаки, но нет, она точно нет, потому что из-за нее, как мы понимаем, тоже какие-то райтеры копеечные пишут, соответственно, посты от ее имени, потому что она там кто угодно, но не писатель. Ее структура, да, там, то, что раньше называлось апостолом, то, что потом расползлось и по Матч ТВ, и по Ростеху, мы знаем, как бы, ее интеллектуальный потолок. Настолько качественный продукт, как инстаграм и телеграм Кадырова, они бы вести, наверное, не смогли. У меня была когда-то еще на заре инстаграма, сейчас-то, понятно, уже вряд ли кто-то даже за гигантские деньги, условный кетчем, согласится этим заниматься, но могли они вполне нанять западных людей, которые, значит, придумывают, что вот сегодня Кадыров, да, должен там изобразить съемки блокбастера со своим участием, а завтра, значит, с котиком сняться. Ну, в общем, скорее, на самом деле, вот я как-то говорю, говорю, есть же вполне такой публично связанный с ним образ, публично связанный с ним человек, который, в общем, умеет, по крайней мере, вести, не бог весть какие, но, по крайней мере, не стыдные, не совсем кринжовые медиа. Это Анастасия Кашеварова, ветеран Лайфа, основатель Дейли Шторма и так далее, и так далее. Вот, может быть, вполне действительно она или какой-то ее человек все это дело ведет. На самом деле, тоже вспомню, у меня миллиард лет назад один знакомый, значит, молодой, амбициозный, сумел каким-то образом, причем в рамках отдельного, не связанного с Альфа-банком проекта, завести ЖЖ, авторизованный ЖЖ от имени Михаила Фридмана. Значит, ну, да, там М. Фридман, условно говоря, всем привет, я Фридман, иногда буду делиться своими какими-то соображениями. И, значит, наверное, там какие-то посты писались по итогам беседы с Фридманом, правда, постов в итоге было немного, потому что проект закрылся типа через неделю, а именно, когда были, по-моему, чтения журнала «Русский пионер», этот Фридман из ЖЖ, естественно, в исполнении 20-летнего парня, который ведет его ЖЖ, и, видимо, этот пост он с ним не согласовал. Вот, значит, от имени Фридмана он пишет, что, вы знаете, друзья, в последние дни, там, условно говоря, со сломанной ногой лежал, я стал много читать. И, оказывается, на свете есть много интересных книг, например, Павло Коэльо. Фридман, который, там, опять же, фигура спорная, но человек, по крайней мере, действительно вполне образованный, интеллигентный, умный, глубокий и так далее, немножко удивился, что, как бы, вот его ЖЖшный образ, как бы, не читает книг или читает какую-то ерунду, устроил скандал, и, соответственно, ЖЖ закрылся. Вот, ну, собственно, я к тому говорю, что Кашеварова немножко круче, вот, как бы, таких спичрайтеров, и она может быть автором блога Кадырова. Но это, опять же, называется чисто на уровне ощущений читательских, писательских и так далее. Но не Баронова точно, не переживайте, не думайте. Вчера, ну, то есть, наверное, уже постоянная рубрика, что-то я стал читать, там, как это назвать, отдел культуры Медузы. А может быть, поскольку я такой, ну, давний, лояльный читатель Медузы, может быть, там стало появляться больше текстов в таком жанре, поскольку остальные тексты в условиях иноагентства пишутся все сложнее и сложнее. И, конечно, вот еще раз хочется прямо крякнуть по поводу кринжа, да, вот когда ты, там, привет Басыкину, с лупой смотришь на этих людей, которые, ну, вот там, на периферийном твое зрение, ну, сидит там, вот умный человек, да, там, как уже было сказано, а кто? Я вчера про Антона Долина говорил, про кого еще? Забыл. Ну, в общем, условно говоря, вот как сегодня, да, Олег Лекманов. Тут в него не вглядываешься. Ну, конечно, уважаемый литературовед, там, преподает вышки или где-то еще, там, книги пишут. Но книгу я ругал, надо отдать должное книгу его, по крайней мере, про Двееву я читал. Примечания к алмазному венцу, ну, ничего особенного, это, как бы, мы с вами можем написать там. А оказывается, Командор – это Маяковский, да? Вот, и вторая, вот как раз в этом же жанре, в этой же серии, про Олейникова, которую они писали с автором, и она очень слабая. То есть, действительно, просто видно, там, студент бы написал, а может быть, студент за них и писал. Вот, к чему я говорю, некролог от Олега Лекманова, Мария Тичудакова. И вот статусный уважаемый филолог пишет о статусном покойном уважаемом филологе. И вот обороты, которые буквально, да, она могла показать нам Булгакова с птичьего полета. Что это значит? Что это, как бы, издалека, поэтому там не видно деталей в всеобщих чертах? Или там, она, значит, не хотела держаться в стороне от политики, поэтому поддерживала Ельцина, но критиковала его, в том числе, за войну в Чечне? Какой-то такой набор, вот, опять же, какой-то хуеты, по прочтению которой не поймешь, чем была хороша Чудакова, ну, как бы, поймешь, что она была ничем не хороша. И такие тексты уже который раз, я, собственно, реально забыл, о чем, кроме Долина, про Дегувертова вчера я говорил. А такие тексты отсылают опять Константину Крылову, да, к этой статье его про талантливых и способных, когда, да, вот, умер талантливый человек. Причем Чудакова она не ноль, мы действительно говорили вчера, что там она во многом крута. Умер талантливый человек, очень талантливый, безумно талантливый, вообще, значит, мы все ему обязаны там своей интеллигентностью. А что он делал? Ну, он был великий театрал. Что такое театрал? Ну, в театр ходил, да, в таком духе, да. Вот, когда начинаешь регулярно читать такие статьи в Медузе, в очередной раз удивляешься. Ну, еще я пометил себе про учения в Чечне, на самом деле тут не вдавался, не уникал, то есть, да, очередное обострение, вот, то, что когда-то было волнениями на ингушско-чеченской границе. 88 фунтов я отдал за месяц за пользование мобильным телефоном, ура, ура, вот, 8800 рублей. Да, волнения были на границе Чечни, в общем, таким-то образом, по большому счету, и пала власть, значит, в Ингушетии предыдущая, и в Куров. Соответственно, возникло никому неинтересное уголовное дело по типу Болотного, по которому какие-то ингуши сидят, но вроде бы проехали. А сегодня, да, на границе Чечни и Ингушетии, как в каких-то новостях было, чеченские пограничники отрабатывают задачи. Оказывается, да, на границе Чечни и Ингушетии работают, служат какие-то чеченские пограничники. И да, конечно, вот эти фотки, я их репостил в Телеграм-канале, что, ну, вот, абсолютная классика, там, нашего детства, репортаж Елены Масюк о, там, не знаю, отрядах Шамиля Басаева того периода, когда, значит, Российская Федерация де-факто признавала независимую Чечню. То есть на какой-то трофейной технике, хорошо экипированной в какую-то незнакомую нам усредненно-западную военную форму, бородатые люди в черных очках едут и кричат «Аллах Акбар!». Здесь то же самое, причем кто-то заметил, что найдите на фотке российский флаг, ни на шифронах, ни на шевронах, ни на развернутых знаменах, которые там, естественно, зелено-красные у них, да, флаги Чеченской Республики. Ни на чем нет, и кто-то там, опять же, слово «лупа» дважды звучит, на номерных знаках автомобилей, причем, по-моему, один незатертый российский флаг нашел. В общем, действительно впечатляет, интересно, будет ли война между Чечней и Ингушетией. На этой ноте, дорогие друзья, я создаю кнопку с долларом в телеграм-канале «Кашинг-гуру» в одно слово с маленькой буквы, и на самом деле я бы прямо посоветовал вам нажимать на эту кнопку, потому что, ну, как, работаешь, да, и ничего не получается. Вздохнул Олег, создана кнопка, также можно нажимать здесь, здесь, в суперчате нашу кнопку с долларом, и лайк, который вообще есть не просит, денег не просит, и все такое. Ну, в общем, в общем, в общем, в общем, вот. Итак, архитектурное излишество, вероятно, все тот же Павел Гнилорыбов говорит нам, русский, вперед, готовлю паэлью с морепродуктами, и сейчас буду слушать ОВК. Да, легендарные сковородки Павла Гнилорыбова мы знаем и как бы уважаем, на самом деле, если не следите, он регулярно готовит паэлью в разных вариациях, каждый раз дает ей новое имя. Паэлья Белогвардейская, Паэлья Корниловская, Паэлья Императорская, Паэлья Русофашистская, в общем, да, лайк Павлу Гнилорыбову можете ставить мне, я передам. Хо-хо-хо, говорит Марат, и я приветствую Марата и отдельно благодарю за четкую, правильную модерацию стрима с Рашкиным, удалял, был наплыв, конечно, анти-Рашкинских каких-то 15-копеечных блогеров, которых Марат зачищал. Ну и также поделюсь, что я в последних гостевых стримах обычно, и вы уже знаете, поэтому там, в общем, вопросов-то и нет, обычно не читаю чат, то есть не читаю его вслух, но глазом смотрю постоянно, если там есть что-то важное, я регулярно произношу тех, кто наводил меня на какие-то вопросы, тех отдельно благодарю, спасибо. Дед разъясняет, говорит комментатор под названием Смотру, и дед разъясняет. «Однажды, став смелее, спешной повседневности, мы входим в мавзолей, как в кабинет рентгеновский, там бла-бла-бла, и Ленин отвечает, на все вопросы отвечает Ленин. Андрей Вознесенский хороший поэт на самом деле. «Первый снег, какой кайфец», говорит НН, и я говорю НН, но посмотрите клип, как его звали, Саша Ивазов, нет, «Первый снег», ну, в общем, легендарный клип «Начало нулевых» про кокаин, в смысле, его старая песня 80-х годов, «Первый снег», «Рома Жуков», наверное, да, «Первый снег», в нашем городе вновь «Первый снег», вот, естественно, невозможная сейчас уровня тату, что называется, провокация, тем более антинаркотический клип, там, собственно, лирический герой предлагает девушке наркотики, она категорически отказывается. И, собственно, да, я сегодня давал ссылку у себя в телеграм-канале на фрагмент, на трейлер, наверное, сериала «Спецназ» с Балуевым и кем-то еще Галкиным, да, с песней Бобби Боба, какого-то российского певца, который стилизовал под турецкую эстраду песню, и, соответственно, там поражает, конечно же, ну, вот то, что было в «Маскульте» российским началом нулевых, и что невозможно сейчас, именно жесткое, вот то, о чем зачем-то с подачи как раз Кадырова спорят разные люди, лидеры общественного мнения, естественно, многие либералы по старой традиции принимают сторону Рамзана Кадырова в национальности преступника. Тогда как раз вот эти шутки про КАМАЗ отходов и рулонобоев, они были, что называется, легитимны, чуть ли не Лев Рубинштейн их шутил, там, не помню, где, в ЖЖ, или по телевизору, или в еженедельном журнале. В смысле, эти шутки, ну, безусловно, расистские, ксенохобские и отвратительные, да, они как бы считались вполне приемлемыми. И вот там в начале сцена, когда, значит, этим спецназовцам перед компьютером дают как бы список, который надо выучить, список потенциальных террористов, там, одна армянская фамилия, остальные все усредненно-чеченские. И даже такого сейчас нельзя представить, конечно, терроризм должен быть международным. Юсупер, говорит, Олег, сейчас обычных людей на ТВ не пускают, на нормальные конкурсы, кроме поля чудес, на Миллионере одни звезды, на Фабрике звезд только первый набор был не из блатных и т.д. Как участник слабого звена, что вы думаете, как участник слабого звена из 60 минут? Ну, во-первых, все-таки Юсупер, да, роль ТВ, а в голосе все блатные тоже, да, я не знаю, просто не слежу. Но, как участник слабого звена могу сказать, что роль телевизора за последние 20 лет, конечно, изменилась, но вот мы с вами здесь, да, не в телевизоре, нас мало, но, по крайней мере, как-то выступать и мелькать друг перед другом мы можем себе позволить. И, в общем, там, понятно, речь не только о нашем стриме, но вот там, те стримы, которые смотрят миллионы. Вот сейчас Нила над моей головой смотрит Кабана и Доброго. Кабана и Доброго. Вот, значит, ругается Адельсон, кстати говоря. Сейчас я ей отвечу по окончании стрима. Значит, да что ж такое. Вот, сейчас не знаю, но на самом деле вот я поделюсь этим самым слабым звеном. Я думаю, что в те времена на пике Поля чудес также был гигантский, условно говоря, конкурс. И простые трудящиеся из всевозможных регионов придумывали свои кроссфорды, и они уходили в пустоту. А «Слабое звено» была новая передача, и в газете было объявление, которое, не думаю, что многие люди в газетах бумажных читали объявления тогда. Поэтому вот именно локальный эпизод «Везения», если бы уже там была популярная передача «Слабое звено», я бы в ней не играл. Поэтому, я думаю, всегда было так. Видно и слышно хорошо. Слышно, может, Бастрикина уже того к батюшке Лебедев Александр говорит. Ну, на самом деле, вот я вижу какие-то утечки, что да, он уже не тот, типа, пора его снимать. Хочу в колонке писать. История про то, как он с пистолетом гонялся за каким-то подростком во дворе в Петербурге, ей 6 лет. И тогда тоже говорили, Бастрикин совсем уже неуменяемый, пора его на пенсию. Ничего не на пенсию. Это же, опять же, вот я, наверное, это не буду в колонке использовать слишком и банально, и в лоб. Кириленко, важнейший, влиятельный человек в политбюро Прибрежневе, значит, его соратник там с украинских времен, в какой-то момент у него буквально случилась атрофия головного мозга. Он утратил способность и работать, и воспринимать окружающую действительность. Но он такой заслуженный деятель, так его любит Леонид Ильич, что, ну, как бы, как его, это самое, да, в отставку. В итоге, только после смерти Брежнева, причем первым решением, Андропов его заставил, и он еле, если верить, там, даже Горбачеву мемуарам, заставил подписать заявление об уходе, об отставке. Так, с Рашкиным, да, отличное интервью, спасибо большое, Денис Русаков. Успел, Леонид Араба, здравствуйте, с Рашкиным вышло неплохо, Антон Куликов, спасибо. О, вы, добрый вечер, как вам книга Байки Кремлевского Диггера стоит читать или туфта Киря говорит? Вы знаете, стоит читать, если вы молодой журналист отдела политики, мечтающий работать в президентском пуле. Там, собственно, на самом деле, да, понятно, совершенно в другой реальности описание быта президентского пула 98-го года, но отчасти, по крайней мере, на уровне вот тех чиновников, которых мы называем дип-стейтом, в принципе, все осталось. Да, конечно, технологически другой уровень, да, конечно, там и люди в основном другие, но принцип тот же, да, тем более, что Ельцин был слабый, вольной, старый, поэтому никуда не летал, Путин не летает, потому что его никуда не зовут, и потому что ковид, и потому что ему это неинтересно. Вот, но вот это, да, это такой интересный учебник истории журналистики. Как книгу продавали, что страшные тайны Кремля, страшные тайны власти, начала Путина, там одна страничка о том, как однажды Володя Путин, еще чиновник АП, 97-й, 98-й год, позвал ее поужинать, и они, по-моему, поужинали. Ну, окей, ничего, ничего больше. Вот, поэтому с этой точки зрения книга говно. Есть еще второй том Байкинлевского диггера о том, как первая книга, значит, вызвала эффект взорвавшейся бомбы, и, соответственно, как ее потом преследовали Трегубову. Ну, в общем, на самом деле, вот я сейчас это сам произнес и понял, что вот обе книги, просчитанные ее, это абсолютно пустое занятие. Отдельно впечатляет, там, на самом деле, Куавросова Пули, это не совсем пул, смежная тема. Вот был такой клуб, как бы, ну, то, что, наверное, сейчас журналистские чаты в Телеграме какие-то. А тогда, поскольку чатов не было, люди собирались оффлайн, и вот, значит, главный салон, как бы, да, был на даче Московской, еще тогда на Москве жила. Вернувшись из Англии, Маш Слоним. И, конечно, впечатляет, когда, вот, да, собираются, условно говоря, тусовка Сергея Пархоменко на даче у подруги своей, и вот каждую, там, субботу, да, они приглашают в гости какого-нибудь интересного человека. И к ним приходят, там, не знаю, Волошин, Татьяна Дитченко, какие-то такие, ну, буквально люди, вершащие судьбы государства, просто буквально на ковер к Машу Слоним. Разблокирую в Твиттере дед Илья Хромовская, я настучу Кирилл Полевой, вы Кирилл Полевой, в смысле, вот, наш украинец, я же вас не блокировал в Твиттере, по крайней мере, вы как-то там переименовались даже. Рашкин уютный, оказался политик предыдущей эпохи. Ким Густырь, нынешние все забитые рабы со стеклянными глазами. Ким Густырь, спасибо. Здравствуйте все, сосков, сосков, здравствуйте. Рашкин оказался типичным политиком из РФ, Зержинский, Лукашенко, Сталин, только Путина не хватает в списке симпатий. Но, по крайней мере, он не боится, говорит, что там, типа, все зло творит. Он, вначале говорит, там, ну, власть это одна команда, да, одна вертикаль. Команда Путина, да, команда Путина, хоть что-то. Денис, говорит, Гитрих, извините, привет, Митрополия, и Густапсовым соскучился по стримам. Здравствуйте. Рашкин очень крутой, горжусь, что живу в стране, названная в его честь. Я тоже гордился бы, если бы жил, дорогой Георно Джованно. Привет, говорит, Расталин, Артем Артемов, здравствуйте. Олег, какие самые бредовые теории придумали про тебя? Слышал сегодня в беседе с Рашкиным про милание Ходорковского, но это вполне банальный миф. Из последнего, что мне передавали, опять же, отдел мониторинга Олега Кашина, Елена Токарева, вот тоже давние хейтеры, которые когда-то вызывали прямо какой-то гнев, живые эмоции, поскольку, да, вот проходит 20 лет, а они все еще хейтеры, и как-то уже, ну, на повестке другие имена. Это как бы такая, скорее уже, трогательная история. Вот смотри-ка, человек жив, во-первых, и он тебя по-прежнему хуесосит в социальных сетях. Значит, Елена Токарева на днях написала, что, ну, понятно, как бы Кашин там в Англии живет, Кашин не в теме, Кашин ни за чем не следит, но интересная работа, продал свою фамилию, чтобы ею подписывали вот те тексты, которые пишут, значит, в Москве, там, не знаю, какие-то спичрайтеры АП. Окей, хорошо. Какая кофта теплая, наверное, Сеудаландарба теплая, это ж фрифлисочка и адский холод в Лондоне сегодня, адский прямо, градусов 8, наверное, плюс, конечно. Шалом алейкум, фотодокументы, говорит, здравствуйте. Олег, ты слышал, как 8-летний Летов поет за того парня? Вдавая, говорит, нашла, сфровала запись, Дэн Ермолаев, вы знаете, я неоднократно видел ссылки на эту запись, но ни разу, ни в одном случае не было движения души послушать, а как, значит, Летов поет за того парня, потому что, ну, наверное, ну, как обычный ребенок поет за того парня. У меня, конечно, вот опять же, поделюсь, в Калининграде где-то валялась, и я ее пытался найти, я не смог, но я не думаю, что ее выбросили, потому что коробку с кассетами родители сохранили, по крайней мере. Моя кассета, где есть моя 6-летняя, то есть 86-й год, запись, где я пою песню, две песни, значит, на горе, на горочке стоит колокольник Леонида Сергеева, и мы бродячие артисты группы «Веселые ребята». Я бы с удовольствием сам это дело послушал, но, как говорится, не нашел. Михаил Романов, Олег, есть положняк по ГАЗе? Ну, наверное, там один из нескольких лучших политжурналистов России, ну, как он, скорее, там, не знаю, аналитик, политолог, но вот люди, пишущие или говорящие о политике. Он там, ну, то есть он когда-то был чиновником в Минсельхозе, но каким-то образом он оброс, насколько можно понять, прям хорошими связями в средней номенклатуре и до сих пор хорошо в ней ориентируется, и, в общем, все говорит по делу, но, собственно, у меня с ним такой заочный легкий хейт, поскольку там когда-то он на меня, как в моем представлении, довольно некрасиво прыгнул, в смысле, в своем этом подкасте с Андреем Персером, ну, и, соответственно, я с тех пор его заблокировал. Панасенков каждый день постит по 20 видов про мусульман, за каждый из которых простого смертного буквально убьют, не говоря уж о статьях, укает. Какая крыша должна быть, Сергей Гаврилюк спрашивает. Не знаю, у него есть, наверное, какая-то крыша, то есть, ну, наверное, не в смысле, что он там, не знаю, агент КГБ, а, условно говоря, среди его фанатов, а у таких людей, конечно, есть вот те фанаты, которые отдадут последнюю рубашку за него. У Голковского такие были в свое время, ну, там, у такого типа людей, скажем так. Может быть, среди них есть, там, и богатые люди, и влиятельные люди, там, в том числе, в погонах, поэтому почему нет? Марат говорит, стрим безнапряжный, модерировать не буду. Если кто хотел, чтобы высказать по дневному стриму вперед, сам я модерирую днем чат, читал про себя стихотворение Кушкина на деревьях вместо листьев будем вешать. Понятно кого, Марат, спасибо, что вы его не запостил. Леонид Ряклев, здравствуйте, Олег, как вам идея эфира с Полиной Жеребцовой? Можно, можно, можно. Привет, Олег, хорошего стрима, спасибо большое. Моразматики управляют Россией, ну, пока еще они в меньшинстве, именно вот, маразматики, маразматики. Кто победит, русские или совки? Денис Русаков, ну, русские отлично победят. Отличное, фриское, спасибо большое. С.Л. Слышим и слушаем, ищет душа покоя, а ум ответа, когда Россия и русские будут свободны от супостатства. Кейник говорит нам, хорошо. У Панасенкова папа, генерал медицинских войск, буквально бесконечная крыша. Соглашусь, это как папа кого? Максима Галкина, Дюмина, да, в том числе. Лайки не забывайте, а я пойду прилягу. Марат Лежа тоже можно смотреть стрим. Модератор Марат, Кабалье, Мансеррат Сергей Гаврилюк. Конечно, Марат надолго, это у деда надолго. Приветствую Олега Владимировича и всех криптоколониальных. Кашину, Рашкину, верим, да. Олег, вы не знаете, откуда у Парфенова деньги на такой продакшн на 1920-е годы? Ну, думаю, он уже рекламой зарабатывает нормально. Изначально, как этот чувак назывался, Вилсакон, да, и какие-то аффилированные скины Канделаки. Люди были, как ни странно, в первых Парфенонах, по крайней мере. Олег, в телеге выложил интервью для Варламова невысланное. Да я вам его сейчас расскажу, то есть, там, действительно, не бог, и что. На аудиторию Варламова я говорю, пытаюсь говорить гораздо проще и площе, чем для вас. Что вот, как бы, очередная история с Моргенштерном. Странно, что он не понимает, что, там, от одного случая с Днем Победы отбился. Наверное, там, от пропаганды наркотиков первый раз отобьется. Но рано или поздно случится какой-нибудь эпизод, когда уже, там, не получится ни связи, ни популярность не помогут. Ну, очевидный тренд. Вот где-то он в списках, опять же, как Рашкин, да, что вот враг, да, человек, который буквально, да, продает молодежи наркотики в интернете. И какой бы бредовая ни была эта формулировка, на столе у Путина, в справочке, подписанной тем же Бастликиным, она приобретает силу закона. Поэтому я говорю ему, что я бы на его месте уехал. Ну, собственно, вот вся моя речь, которая не попала в эфир Хварламову. Немцы грабят русскую землю. Ну, как говорится, Олег, не подкоситесь, какой гонорар вы получаете. Получались каждые проданные копии книги. Говорят, платят у нас рублей всего. Ну, наверное, так и получал. Какие-то совсем копейки, копейки, адские копейки. Больше всего получал, получился, не знаю, маргинального или нет, но, в общем, с немецкого издания. Ну, тоже какие-то, что называется, какие-то сотни евро. Кому нужно нагнетание слухов о войне с Россией? Нам или кому-то. Издательство Ауфбау было, не знаю, что это хорошо или плохо. Кому нужно нагнетание слухов о войне с Россией? Кремлю для торга с Соединенными Штатами. Дэн Ухбух. Бух, Олег Владимирович. Если ценность человека и его права недостойны даже обсуждения, то какая разница, что, где и кому продает маргинштерн? Парадокс Бастрекина, действительно. Олег, тема с двумя трупами в Собчак совсем заглохла. Кто в итоге виноватый? Атмосфера ненависти, я думаю, да. 69-й лайк из Уфы. Увэ, добрый вечер. Элдар нам говорит. Спасибо, Элдар. Так от Ютуба не было оповещений на стрим. Думал, может, не будет вечерного. Но Телеграм напомнил. Обычно я делаю где-то за час до стрима, а в этот раз сделал за 10 минут. Не успевал. Рашкин нельзя упрекать охотой. Могли в булочные подкинуть черствую батон. Если бы Стурбом и Лося вел себя иначе, закопали бы в лесу или, опять же, батон. Я тоже так считаю. Дмитрий Андреев, но даже на намекающие вопросы он отвечать так не стал. Смотрим. Алексей Игоревич говорит. Спасибо, Алексей Игоревич. Аня Ряков, сцена Републики Арупцовия довольно-таки интересно. Оких русских литераторов советского периода хотели бы написать? Ну, о ком хотел написать, тех написал. А Евтушенко, ну, наверное, послабее, хотя тоже нормально, некролог на его смерть 1 апреля 17-го года, да? Вот. Про Кочетово у меня там тоже хороший текст на Републике. Не знаю, то есть, ну, вот действительно так спрашиваете, о ком бы хотели написать, а кто мне не дает, да, кроме меня самого. В Републике у меня нет никакой, слава богу, покатить, хоть утьху, по крайней мере, инстанции, которые говорят, нет, Олегу, эта тема, типа, не канает. Поэтому, что называется, даже принимаю пожелания. Айдас, всем свеки в этом чате, у меня была идея, кстати говоря, сделать сборник, вот если там мы вчера обсуждали с вами, да, там пора сборник издавать, некрологов буквально. Вряд ли у меня прям наберется на толстую книгу, но может быть к ним добавить как раз тексты и про Кочетова, и про Рубцова, про Аллу Пугачеву, я прям сознательно писал, как некролог, по нему, в смысле, дай бог ей здоровья, конечно. Вот, ну, вот, наверное, может быть так. Так, всем свеки в этом чате, перед стримом за Горгл про Дрейфуса, на коммерционер, статья на статью Крашенинникова, на сайте Кашенгуру, с названием «Русское дело Дрейфуса» 2014 года. Прикольно, я не помню, естественно, про что статья, про кого статья. Олег, Европа, шалом, РТ, Европа вроде бунтует против зеленых паспортов, твое мнение. Ну, бунтует, правильно, наверное, делает. Рождество, как хорошо в лесу, как скелет снег. Т. Тимпсон говорит нам, хорошо. Сосков, Сосков, Олег, что думаете про внутреннецаховную оппозицию в РПЦ? История с погибшим еписком МТД не сделает ли с Тимпсом Дельштейном, например? Но я делал с Кураевым и понял, что все-таки не настолько я глубок, как мне хотелось бы. Вот, сливался как мог. Рашкин, да, Рашкин хорошо шел, пока не прозвучало мнение Лукашенко и Юлия Костина. Ну, да, но это же называется их родовая травма. Айдас сегодня с Качков сказал, что он новый Дрейфус. Ну, все мы новый Дрейфус, отчасти. Интересно, что Рашкин будет дальше делать, как это все будет развиваться. Ну, я думаю, условно говоря, то есть, как он говорит, я не богат и не богат, и нужно вариант Гудкова, да, дедушке, там, купить в Болгарии себе дачу и на ней жить. У него денег хватит, если, конечно, его не посадят в тюрьму. Айдас говорит нам, в какой момент времени концепция пожертвовать чем-то, чтобы сходить в партию и предстала работать. КПРФ уже в яблочной стадии или еще на постовах, но яблоко, по-моему, в большем аду. КПРФ в эхопской стадии. Дмитрий Андреев, мне понравилось сегодняшнее интервью, хорошо сделано. Рашкин, конечно, враг, но боец. Спасибо, Дмитрий, после вашей беседы с Рашкиным к нему проснулось сочувствие. Ну, я этого, в общем, и хотел. Дмитрий Сергеев говорит нам привет Забаниным от Забаненного. Кто Забаниный? Рашкин смелый человек, поэтому... А, в ФБ, вы тот Сергеев из Ульяновска, вас забанили в ФБ, а почему? Рашкин смелый человек, поэтому АП оставляет им надежду на урегулирование... Урегулирование, что по-хорошему? Думаю, ему солить будут долго, да? Фрионикс. Добрый вечер, ОВ. Считали, что пишет новая Световская СМИ в заголовках и текстах. Такая желтуха иногда вылезает, что даже либертарианцы в ахуе. МБ, вы Светова прошути насчет репутационного ущерба? Ну, я не думаю, что я как-то уполномочен его насчет чего-то просвещать. ОВ обманывает Рашкин, если он считал, что разрешение есть, зачем начал говорить, что нашел лося? Согласен, можно было спросить. От фразы монета в копилку даже добавляется классическая сатаны, я думаю, да? Да, Айдас говорит нам, только скачков не новый Дрейфус, а новый Белис. Если обвинение в госизмене, новый Кровавый Навет, то все сходится. Да, Дамир Корягин, завтра будет взрыв помета на тему того, что один агент Ходорковского берет интервью как бы в поддержку другого агента. Может, призовете всех-всех-всех смотреть, лайкать, комментировать, делать треды там. Да нет, ну это и бесполезно, и не спортивно, да? И спасибо, конечно, Дамир Корягин, но нет. Да, я специально задал вопрос про Ходорковского вот именно в такой форму игровки, что просто, что называется, Роман Голованов, мониторя наш стрим, крякнул и, соответственно, там на дрожащих ногах подошел к Соловьеву. Смотрите, Владимир Рудольевич, они вас обзывают, да? Вы такой коварный, говорит Марат, точно не татарин, надо же, маму обманываете. Ну, как сказал Сергей Михалков сегодня в телеграм-канале «Толстые люди в просторных футболках», армянина обманет грека, еврея-армянина, а всех их обманет, или наоборот, а всех их обманет русский дворянин. Дима, помаши рукой маме. Да, надо вам, конечно, по жопе. Макаронин говорит, в свежей статье BBC сообщают, что популярность религии в UK пробила дно, и сейчас менее 1% населения посещают церковь. Вы же говорите, что противоположное, кому верить? Наверное, BBC, у них статистика, но, я говорю, школа у нас религиозная, поэтому вижу людей, которые буквально ходят в церковь по-настоящему. Много, в смысле, таких людей я вокруг себя вижу. Просто с возможной рекламой завтра у помета можно здорово приподнять видос, мне кажется. Ну, я не знаю, я думаю, он прошаренный, опять же, человек в этом смысле, и сделает так, чтобы не приподнять видос. Как здорово питаться в Англии, в России это довольно доступно. Ну, в Англии тоже, все-таки, то есть, ну, нет там той еды, которая была бы в России, нет здесь. Даже при желании можно борща пить. Марат приперся на хулиганство. Да, не может быть такого низкого процента верующих. С другой стороны, не может, да, может быть, это антирелигиозная пропаганда левачков, которую тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но меня здесь удивило, да, как бы, то, что у нас всегда воспринимается, как одиозный советский богоборческий, как бы, признак, да, здесь, ну, просто, да, в порядке вещей. Ну, вот церковь, как бы, конкретное, да, здание себя отжила, вот распустили приход, теперь в этом помещении, перестроенном, там, супермаркет, аптека, там, что угодно, кинотеатр. Вот, собственно, БГ выступал в клубе, который был церковью, но это, там, в эстенде, среди театров, там, собственно, да, некому ходить. Нормально сделали клуб, хороший. Лайк поставил. Квикли-пикли говорит, как отличить доносчика от закона послушного на гражданина. Не знаю, не знаю. Айдас говорит, в нынешнем виде Рашкин вызывает сочувствие, но каждый такой нелепый и печальный дед с винегретом из неосоветской ебанины в голове, такой зародыш Лукашенко, согласны? Я вам больше скажу, Айдас, и мы с вами, каждый из нас, такой зародыш Лукашенко, в условиях, когда вот тебе можно все, ты, ну, можешь сойти с ума, причем, окей, в разные стороны, но в любом случае ничего хорошего не будет. Всегда все лучшее, что есть в людях, оно происходит из тех ограничений, которые на них накладываются. Не в смысле, что, там, я слушался начальника и поэтому победил, а именно потому, что вот есть двойная сплошная, и ты либо ее красиво пересекаешь и уходишь в отрыв, либо, балансируя на ее грани, доходишь до какого-то ювелирного мастерства, это тебя улучшает. А когда все можно, ты в итоге что, покупаешь себе героин и ставишься по Вене. Интервью с Рашкиным МОК, спасибо, Дмитрий Яковлев, 100 рублей, Дмитрий Яковлев. Всего один диск, Голованов, ты здесь, Голованов всегда здесь. Олег Ильич, как относитесь к «Кавке»? Есть какое-то любимое произведение. Ну, уважаю, по крайней мере, ну, по-моему, все произведения, вот эти базовые, хорошие, да, давайте назову «Замок». Нет, нет, любимого скорее, ну, как бы. С «Яблоком» происходит тот же цирк, что и с Рашкиным, ну, другой, наверное. У МОКЛЕЯ его читал о бабках 60-х, тогда тоже подумал, что это те же бабки, что и сейчас. Ну, вот да, как странно поменялось значение слова «активисты», теперь обозначают не про властных дружинников, а совсем наоборот. Ну, не слово «про властные» лишнее, да, но, по крайней мере, активист, неважно, да, там, дружинник он, нашист или навальнист, это активист, это эколог, там, кто угодно, это отдельная профессия. И, в общем, что называется, это не та профессия, которая вызывает восхищение. Виктор Ситов шлет Олегу горячий привет, спасибо, Виктор. Айдас говорит, где-то в Калининграде был, есть форум-конференция имени Кавки Орвелла, да, я трижды на ней выступал. На-первых, там, помогал привозить каких-то гостей от Батбыкова до Максима Каноненко. Вот, ну, как говорится, все это в прошлом, по-моему, под давлением местных властей они перестали проводить это мероприятие. Ну, опять же, там, ну, Илья Шуманов это придумал, нынешний московский директор Transparency International, когда-то даже чиновник мэрии Калининграда, причем чиновник такой экономического департамента, наверняка, как коррупция, коррупция емкого. Вот, а такой у земли организатор Роман Романовский, тоже интересный человек, бывший калининградский координатор идущих вместе, то есть не в смысле там активист, который бил в барабан, а вот чиновник, идущих вместе, который потом стал журналистом в Калининграде. Вот, ну, как бы судьбы людские, я говорю ровно об этом. «Собщак вас левым по духу» назвали, конечно, права. Это старая, там, десятилетней давности ее скрин. Ну, вот, тоже поделюсь. Сегодня там аттестую одну свою знакомую там на трудоустройство. Я говорю, она клевая, она трампистка. Значит, трампистки, хорошо, берут на работу, ну, не берут, там, типа, разговаривают про трампистку, потом она присылает резюме, и мне, как бы, принимающая сторона говорит, трампистка любит фильмы Майкла Муррия, говорю, нормально, нормально, все мы трамписты. Вот. Всем привет, а мне Светлана Хромовская сказала, что стрима не будет. Лисона Калисо, не знаю, вы меня спрашиваете, наверное, все-таки. Бастрекин, преемник номер один. Да, это напрашивается, конечно, буквально, как, когда Черненко выдал Молотову партбилет, вернул его в партию, было модно шутить, да, что Молот Черненко готовит себе преемника. Когда произошло, не уловил. Что произошло с Неславгородников Рашкин от первой же своей садечки режима, снял маску революционеров, все увидели серую посредственно, ждет веточки от Бастрекина. Ну, слушайте, ладно. Или кость на коелью, это зашквар. Ну, разумеется, да. Ледокол 9-9, что мы тебе про Владимира Сухомлина? Вы следили на заре его эры интернет-эры? Вы знаете, даже не представляю, кто это. Военно-исторический форум? Нет, наверное, то есть, видимо, тогда я еще на этой заре интернет-эры не пользовался интернетом. Пишут, что есть акт о смерти Введенского в Казанской больнице. То есть, таки не соврали? Ну, наверное, не соврали. Но, по крайней мере, да. Вот всегда все, что исходит от советской власти, тем более тогда, наверное, по умолчанию неправда. И надо как-то ее отдельно проверять. Забавно вчера было к вопросу о неправде, когда Путин принимает этого кекса из фонда прямых инвестиций, да, как он называется, ну, который занимается вакциной, говорит, что я укололся. И этот мужик ему говорит, да, вот, как бы, кстати говоря, самая главная новость, мы получили, наконец-то, из Аргентины и Сан-Марина независимые данные о работе, о том, как действует спутник. Спутник работает, все хорошо. То есть, даже вот эти люди, в распоряжении которых целая страна, им тоже нужны данные из Сан-Марина, потому что никакого другого независимого критерия в России у них нет. Как бы, если бы там по всему была экспертиза в Сан-Марина, было бы хорошо. В интервью с Рашкиным вы скользили скользко-подскользкого типа. Меня один из вас сегодня удивил, спросив, нет, хорошее интервью, он хорошо отвечает, ну, понятно, да, наверное, вы согласовали вопросы и, может быть, там договорились, что он поставит бюстик. Нет, абсолютно ничего не согласовывалось, надо сказать, да, и вся вот переписка, ну, окей, понятно, я могу, как бы, там, притворяться. Вот вы вчера видели, он мне ответил на смс-ку, что да, готов, я при вас написал, давайте в час дня, давайте в час дня, и в итоге следующий сеанс связи был в час дня, когда я ему позвонил по скайпу, и он со второго раза ответил. Ну, собственно, и все, никакого сговора не было. Здравствуйте, Олег, видели видеообщение Пескова и Эрдогана, как вам? Видел, да, ну, собственно, вот это то, что мы говорим, Пескова всегда прав, Роман Баклажан. Спасибо за стихи Веденского, спасибо ему самому, спасибо Веденскому. Так, так, так. Олег сегодня в одежде с революционными удмуртскими узорами, кто не верит, гуглите, то лезё. Спасибо за мультикультурализм. Айдос, так все мы в душе удмурты, потому что удмурт, да, что это такое? Это воссоздаваемая ныне левачками нация, которую предлагается отделить от русских. Подозрительна ли смерть бывшего чукотского епископа Диумида Грисанислава Городникова? Да, разумеется, и то, что она случилась в день 75-летия Патриарха, ну, как говорится, что лучше, да, что, что, ну, то есть, причём, кто говорит вообще, что в божественный промысел, да, что в день, значит, юбилея Патриарха его враг погиб. Чаще первое подозрение не про Бога, да, буквально про спецслужбы, которые так делают подарок Патриарху. Олег Владимирович, как принадлежащий в прошлом к тем самым структурам Кины Канделаки, я могу определённо заявить, что местный СММ Инстаграм Рамзан не вёл. Вот-вот-вот, я ровно об этом. Местный СММ не мог бы его вести. Читал Олег Манова про Мандельштама в ЖЗЛ. И на этой ноте улетел чат. Поразился, как можно было про нервного гения написать такую безжизненную книгу. Ну вот да, 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 на самом деле, вот опять же, если говорить о ЖЗЛ-ах, как про безжизненного Куджаву можно написать бодрую книгу. Вас научит Дмитрий Быков. Гнойному и Мирону пишет текст потупщик и, видимо, целый альбом. Гнойному и Мирону обоим не знаю. Ну, про потупщик и про это самое я говорил, да, русское будущее, собственно, это её сетка. При этом к русскому будущему мы относимся хорошо. Одному голову лошади подкинуть, другому лося мафия. Ну, как говорится, Олег, ты слышал? Не слышал. У Ингушетии нет своих формирований, в отличие от чеченцев, но есть народ. И причём народ, очевидно, так или иначе вооружённый. 100 рублей от Дмитрия Сергеева. Спасибо, Дмитрий. Вчерашний Попов. Инициатива Реочистая. Разумеется. Просто я наблюдал людей, которые вначале подумали, что это компания, инспирированная сверху, и потом, соответственно, значит, ну, как в рассказе Чехова «Хамелеон», немножко меняли своё поведение. Более того, вот одна, да, один эпизод ночного СММ-а агентства Реа, даже не знаю, было ли это на сайте Реа, в итоге привёл к тому, что по данным, как бы, Википедии, сегодня, там, в пятёрке самых читаемых статей Википедии, после Русланова и Гаркалина, там, кто ещё умер, собственно, Курск. То есть, да, Попов помог, адмирал Попов помог возобновить интерес к Курску. Почему Рашкину кратко не предсказали историю с Ховански, может, он бы поддержал по итогу, но так неинтересно, на самом деле, потому что, ну, да, там, как было, когда на меня Литвинова наехала, да, то есть, вот, там, Собчак напутали, Собчаковские люди в ухе, да, говорят, Собчак, типа, Собчак говорит, Рената, вот что вы думаете, известный журналист Олег Кашин назвал вас земфирой-бледями, как вы полагаете? На что Литвинова говорит, вы знаете, Кашин такой, прямо, мелкий, завистливый человек, конечно, типа, он нам завидует, ну, в таком духе. Вот, я в итоге, да, с ней общался и никогда вообще всегда хорошо относился. А, говорит она, так, я тоже хорошо относилась к вам, я подумала, что, типа, вот какая-то мразь. Ну, то есть, вот так, поэтому, это манипуляция, так нельзя, там, типа, здрасте, вот такая история, смотрите, там, этот убил этого, этот убил этого, кто негодяй? Вы знаете, Иван Иванович, вот негодяй вот тот. Спасибо, ваше мнение очень ценно. Нет. Рома Жуков, Рома Жуков, да. На снимах выглядело, что русская мигрантская литература не сравнимо лучше советского. Удивительное мнение, кто имел в виду, что почитали русскую мигранцию, кроме Набокова и Бунина? А что удивительно, вот Борис Зайцев, на самом деле, вот, причем он много писал, мощнейший писатель, Газданов, великий писатель, который немножко в тени Набокова оказался, хотя сопоставим с ним как таковой. Значит, не знаю, вот, третий раз звучит, почему, про наркотики. И анонимная книга, роман с Кокаином, на самом деле, также заслуживает прочтения. Она очень хорошая. Конечно, а что советская литература? То есть, если мы не берем уже, там, буквально, русское возрождение, позднесоветское, к которому можно отнести и Трифонова, и Распутина, и, там, не знаю, там, ну, вот, деревенщики, плохое слово, плюс, среди деревенщиков, стоящих авторов, там, полтора человека, на самом деле. Вот, ну, окей, хорошо, мы понимаем, о ком идет речь. А так, ну, кто в совке, вот, как бы, стоящий прозаик? То есть, либо, вот, да, то, что мы, там, как-то читаем, как экзотику эпохи авангарда, да, роман Бруски, или ранний Леонид Леонов, на самом деле. Леонова я высоко ценю, как бы, но, по крайней мере, также он уступает, безусловно, там, каким-то, вот, опять же, тем образцам Набокова и Бунина. А так, нет, советская литература очень бедная. То есть, как бы, естественно, она мертвая ветвь русской литературы. Уважаемый Олег Владимирович, интересно ваше мнение о том, какое могло бы состояться Россия, не случись Октябрьского переворота. Ну, очевидно, как все европейские страны, вот такое, условно говоря, фашистское в какой-то период, да, там, в диапазоне от Италии до латиноамериканских держав. Ну, естественно, все потребности, которые большевики реализовали с помощью, там, гигантского расходования, буквально, живой силы, да, народная, там, коллективизация, индустализация и так далее, все это и начиналось при царизме и привело бы, да, буквально к ускоренной радикальной модернизации, к созданию массового общества, там, экономики, там, всего такого, армии обновленной. Поэтому вот. Прикинем итоге. Светло и прощально горящие годы, как крылья летят за плечами, для того, что Вознесенский тратил свой поэтический талант на такую конъюнктуру, как поэма «Лонджимо». Да, конечно, удивительно, но это как раз и делает его, как и многих других современников, вот, собственно, невеликим поэтом, хотя, действительно, потенциал огромный. Я, причем, как бы, я спрашиваю, рассказывал об этом, спрашивал даже об этом филологов, они отвечали, да нет, какая-то ерунда, и с годами понял, что их мнение ничем не весомее моего. Песня Высоцкого про четверку первачей, да, там, первый бегун Евтушенко, второй, значит, Вознесенский как раз, четвертый, собственно, сам Высоцкий, третий, не знаю кто, может быть, Слуцкий, может быть, Галич, кто-то из старшего поколения, но актуальных, актуальных у молодежи. И вот про того, кого я считаю Вознесенским, да, вот наклон на вираже, бетонный щек, краш, краша некуда уже, а он еще, конечно, про него. Не помню, когда-нибудь, как раз в этом ток-шоу снимался, было лет 10 назад, сейчас знакомые тут же, мне кажется, тоже ток-шоу продолжают участвовать в Вижене на экранах, Джокер Сплин. Ну да, ну да, телек-то гораздо доступнее стал. Могла ли эта неустойчивая конструкция постимперской разводной страны уставить под напором накопившейся правилен, да еще и под началом не столь авторитарно мыслящих, по сути, либерал-демократов? Ну, всплыл бы какой-нибудь диктатор нормальный, в этом смысле проблемы нет, всплыл бы Путин 900, там, не знаю, 20-го года. В 90-х нулевых пускали на заповедную Курскую косу на песках посидеть, но на песках всегда было нельзя, потому что посидишь, а потом пески сползут в море. А так нет, там мое любимое место в детстве – это орнитологическая станция, довольно широкое место, не знаю, самое или, наверное, самое в Ниде, но окей, может быть, самое широкое в российской части. Там молодой лес или карликовый, не знаю, но всегда вот там тебе по пояс сосны, уходящие за горизонт. Там то тундра буквально, там песчаное пространство с карликовыми растениями сухими, то чистая дюна, то, опять же, лесок, очень мило, очень хорошо. Пусть лесон разращается в чат, там ругается. Да, то есть как раз она прям ругается-ругается, и стандартная история, вот там прошлый раз в чате, в стриме я сказал, что как бы вот тема споров в вакцинации такая острая, что даже вот как бы одного человека в чате мы потеряли. Значит, кто-то пересказывает это выражение, типа, у кого-то жопу порвало, и адресон мне говорит, ты сказал, что у меня жопу порвало, вот опять же, фактор испорченного телефона в таком виде, он реально всегда-всегда вредит. Олег, знаком ли ты с творчеством Бабангиды? Если да, то как относишься к его текстам? Как по мне, так стелил он охрененно метко. А также считаю, конечно, Бабангида гений. Про Орлона Обоева, Ханкин и Орлов придумали весь список, Владислав Бачуров. Вы знаете, верю, охотно, что они придумали, но реально я помню текст Рубинштейна, где он этот список цитирует, что вот он в редакции его зачитывал, и все хохотали. То есть я не говорю, что он автор, но, по крайней мере, даже он не стеснялся, он не осуждающе об этом писал. Вот прямо гугл, да, Рулона Боев, Лев Рубинштейн. Ох-охо, напомнили, подруга должна отдать бутылочку литеру, окей. В Совке были такие же остатки серебряного века, как на Западе. Наверное, самое ценное в советской литературе в эмиграции тоже. В Совке был Булгаков, Мандельштам, тот же Хармс, еще много. Ну вот да, считаем ли мы Булгакова советским писателем? Формально да, то есть я не помню, был ли членом Союза, но Фадеев его хоронил, наверное, был, да? Там Булгаков, действительно-то вот все это, остатки серебряного века. А новые, вот кого по-настоящему считаем советскими писателями? Те, кто состоялся в советские годы и те, кто был публично лоялен советской власти. Наверное, так. О, вы, личных изменений от Ручака достаточно будет, чтобы его, простите, вернуться? Александр Нестеров, нет, нет, нет. Почему все колонки на Репаблик безличные, никаких я мне? Я подумал, я решил меня бестить или ошибаюсь? Достоевского с Нестеровым иначе, с Менщиковым иначе. Сознательное поведение Нестеров и документатор, который спрашивает, сознательно я иногда в крайних случаях позволяю себе именно использовать я, и именно это выделяет там три колонки в год, да, как особенно эмоциональные. Но здесь я сознательно именно потому, что я, условно говоря, общаюсь с несимпатизирующей мне средой. Ну, понятно, что это во многом игра, понятно, что там мои читатели приходят на меня подписываться, но, условно говоря, Репаблик либеральное издание, и идея такая, чтобы там меня читали либералы. И как раз перед либералами свое я раскрывать я, как бы, не планировал никогда. Рашкин показался глуповатым, извините. Ну, извините вы. Олег, интервью. Да, вопрос сами писали. Или Марат, как обычно? Марат, конечно. Петр Старцев, Олег Сальтос Кёнинг, журналист Новых колес Алексея Малиновского. С семьей вынужден добиваться политубежища во Франции из-за критических материалов Калининградской полиции. Каково? Это он писал, Петр, про футболиста? Тогда прямо, естественно, лучи всевозможной поддержки. Да, естественно, Калининградская полиция, любая российская полиция, сегодня, опять-таки, когда все безнаказанно, она, естественно, та институция, от которой надо бежать. И, опять-таки, интересный момент. Вот у нас есть, там, не знаю, Бортников, как бы, ну, там, Аватар Патрушева, ну, как все считают, но они внешне похожи. Бастрекин вообще, как бы, расцвел, да, ежедневно комментирует вообще все, что угодно. Колокольцева в публичном поле нет вообще, как фактора. Золотов есть даже, да, Росгвардия есть, так или иначе. Вот, Савелий Бакунович, вы ничего не высказывали по поводу Конгресса США, разглядываются по поводу Путина. Неужели ничего интересного в этом нет? Там, 28-е правило взаимодействия с Олегом Кашиным. Никогда не говорите, что, Олег, вы ничего не говорили об этом, об этом и об этом. Говорите, я не слышал, чтобы вы говорили, а я скажу, вчерашний эфир слухой эха, который даже фрагментом стенограммы выложен в телеграм-канале «Слуха эха», сказано на эхе и репостнут мной в моем телеграм-канале вчера. Я говорил, что такая резолюция на руку Путину, потому что ему реально всегда не хватает прямых, а не выдуманных, да, доказательств вмешательства Запада в российскую политику. А здесь вот буквально письменный документ Конгресса. Вот, пожалуйста. Петр Старцев, Киевосмаянов, колеса есть у тебя. Нет, я только Шапошна с Рудниковым был знаком и как бы как читатель. А так крутейшая газета, безусловно, в те годы. А потом видно было, как, видимо, после посадки Рудникова первая, да, Псковская, его сломали, и газета стала, я также помню, в мои приезды покупал. Прямо вот, ну, видно их потолок, да, то есть там статья под названием, как сейчас помню, «Украли матку», да, как в морге, значит, органы воруют. Она, да, это вот верх их смелости. А уже вот там, как они раньше доказывали, что, ладно, диссертация, да, черный пояс фейковый у бандита вице-премьера, вот, а черный пояс, это, видимо, фальшивый черный пояс, это вообще зашквар черный пояс, там не помню, почему, подзюдо. Вот, и с тех пор буквально одной публикации они и репутацию в криминальных кругах уничтожили, и, собственно, карьеру сломали. Иван Ильич, как вам Чечня, Анатолий Ливин, не всю просчитал, но очень крутая. Газы, Кирилл Рогов, в принципе, сопоставимы такие высокоранговые и не очень медийные политологи. Не, Газы умнее Рогова. То есть, как раз вот псевдонаучная деятельность Рогова, она ему вредит. А Газы, по-моему, ни на что не претендует, тем хорошим. Среди фанатов пара олигархов, как минимум, по крайней мере, один знание нанимал его оформлять в Дворец Петербурге, Панасенкова. Ну, вот, да. Олег, сделаем триу с Платошкина, не с Прокопенко, но не хочу, на самом деле. Что про Красовского? Работает пидорасом у Маргариты Симоньян. Олег, Моргену надо выезжать, уже все, я бы посоветовал. Маша Гессен топ или дутая фигура? Отчасти, конечно, дутая, но это не мешает ей быть топ и видно прямо, ну, по крайней мере, по пониманию России, она, конечно, там на две-три головы до сих пор выше среднего, не только западного советолога, да, но и вообще многих наших. Угодья, вечная мечта Рашкиных и Моргенштернов. Привет, Олег и все зрители. Привет, привет. Облюбленный трюс, общак и Курпин. Я не нашел. Миреков, я не знаю, она-то ссылается, что она смотрела. Видимо, может быть, оно вошло в фильм какой-то ее. Вы про Бабченко писали, некролог? Да, писал, очень хороший. На самом деле он называется литературный человек. Он до сих пор доступен. Платный, конечно. Роман Герасимов. После бюра с Рашкиным. Есть ощущение, что он сделал выбор между новичком в чай, лосим в багажнике? Усилилось, конечно же. Здравствуйте. А что за священник? На превью не понимаю мема. Сегодня я не помню его имя, но у меня в телеграм-канале есть вот некий священник, сказал, что QR-коды это не печать сатаны, не печать антихриста, потому что, потому что. Как вам песня группы, как группа Би-2? Как песня известна лишь волнам, что оставит океан тебе одну? Песня моя любовь. На самом деле, вот первых, там, не знаю, трех-четырех лет ее медийности, да, после фильма Брат-2, группа прям топовая, выдающаяся. У меня в плеере много ее песен. И как я рассказывал, однажды уже потом в Израиле познакомился с Игорем Рубенштейном, автором текста большинства этих песен. Вот. Потом перестал, конечно, следить, а недавно услышал с каким-то обрусевшим американцем, причем он известный, я забыл ее фамилию, естественно, там, пятилетней давности песня «Виски», которая мне дико понравилась, я ее много раз слушал там на автоповторе, но так я узнал, что группа Би-2, где группа Би-2, что с ней, она продолжает делать вот ровно такие песни, которые не стыдно поставить в наряд со старыми, но уже, в общем, посрать как бы на это, да. Олег, здравствуйте, Антон Шелепов говорит, попросите нашего кота, не будит нас в 5 утра, будьте добры. Конечно, дорогой кот Антона, не будите его, пожалуйста. А вы ей реальность, симулякры, искусственные мифы, если дадут человек интерес, ради чего? Я думаю, это как синие киты, сочетание реальности и симулякра, и искусственного мифа, созданного людьми, не разбирающимися в этом. Дэн Ермолаев, не могу найти в себе эмпатию к таким дегенератам, как Хованский, понимаю, если условно Моргенова пекут, будет пох. Как научиться чувствовать эмпатию к ответственным персонажам, и нужно ли? Представьте, что это бывшие дети и будущие покойники. Все будет хорошо. Поздно зашел, наверное, уже проговорили, от стиха была Аукциона. Верно, верно, вот в альбоме Душа, по-моему, да, который звучал у Балабанова в его каком фильме, наверное, последнем. Вот, и очень хорошо, то есть я не фанат Аукциона, но альбом Душа, полголовы нет, полголовы яд. Страна без религии – это Чехия. Известный европейский феномен Айдас, наверное, канадских долларов от Пола Глибина, 13.9, спасибо большое. Русские 2% ходят в церковь, русские 2% ходят в церковь, мусульмане более верующие, общины формируются в мечетях, РПЦ, госбезопасности, прозорудыш Лукашенко в каждом из надувных эстеновского эксперимента, конечно, постановочного. Не, ну, постановочный, у нас есть эксперимент блокада, да, какие-то люди оказались следоедными, не было бы блокады, не было бы, они бы умерли спокойно, не зная о том, что они кого-то хотят скушать, да. Спасибо за Рашкина, чей билл по Зади Рашкина, Дзержинского. Какие книги издательства «Ультракультура», «Кормильство» больше всех понравились скины «Русь пробуждается», «Штурмуя небеса», «Сборник последние пионеры» и «Томик» этого самого Всеволода Емельина. Другая Россия, Лимонова там же выходила же, но пускай она будет. Пардон, пойду, говорит Джекрис Плинт, планерка на МКС. Окей, окей, кофе, говорит Марат, спасибо, Марат, Рашка, средневековое среднее сетское качество, да. Вы смотрели видео «Славы КПСС» и «Исповедь»? Нет, наверное. Или это была пародия на «Дис» на «Косимирона», не смотрел, наверное, да. Я думал, а твой АП-шечка, о чем речь? Советский прозаик Тендеряков? Вот да, абсолютно образцовый советский прозаик. После стримов Олега на «Эхе» и «Ютуб» стал покладывать их стримы, попал на беседу эховской Ольги Бычковой и главреда независимой газеты, удивился высокомерию неуважительным нотам Бычкова и Кремчукову. Но вы знаете, по-моему, он заслуживает, если честно. То есть вот выбирая, кто умнее, кто честнее, при всех минусах стандартно ведущий «Эхо», я, конечно, выберу Бычкову. Песков был дипломатом в Турции в 92-х тысячные в самый рассвет работорговли и засти и помогал девушкам, которые попали в сексуальное рабство. Не думаю, если честно. Олег, вы слушали Абонта Ревердиева «Такое дерево» на стихи Вознесенского, Пожиняна и Дрнет? Андрей Платонов и Пастернак. Советские писатели, да. Но на самом деле также важно понимать, вот, причем их советскость, я это вынес на самом деле из книги «Смерть Андрея Белого». Какие-то отморозки филологические, да, собрали просто все материалы про смерть Андрея Белого. Условно говоря, там даже не Чуковский, а какой-то литератор там пятого эшелона в дневнике пишет «Умер Андрей Белый, он был говно». Это заносится все газетные некрологии, все там воспоминания о похоронах, все там какие-то протоколы подготовки. И весь как бы этот нарратив, он о том, что накануне съезда писателей в 1934 году советская власть была заинтересована привлечь как можно больше не советских писателей, вот таких, которые не коммунистических, да, которые с бэграундом из Серебряного века, чтобы не было ощущения, да, что советская литература это вот эти, собственно, бездарности, которые пишут про партию, Красную Армию и товарища Сталина. Вот, наверное, так, да. Притом, что Платонова, наверное, стоит назвать полностью советским писателем, хотя вот, наверное, тот пример, когда Русь, речь наша буквально, да, прорвалась наружу через советское. Они с Римчаковым обсуждали QR-коды, понятно, эховские за путинские контроль над Любинитопилем. А, ну, наверное, нюанс. Стало бы фашистской России вопросов. В Италии и Германии, да, благодаря боязни коммунизма, разумеется, но фашизм, как вот, собственно, сущность, ну, уже неважно, не такой милитаризм там или что-то еще. Это все-таки, наверное, свойство не только основанное на коммунизме, да, это как раз модернизация в том числе. Марат прошелетел вокруг Солнца, 5 миллиардов 984 тысячи километров, чтобы не забрел лайк поставить. Спасибо, Марат, и да, ставьте лайки, кому не жалко. Все силы советских прозаиков ушли на написание удмуртских стихотворений. Если у меня есть томик Сулеймана Стальского, по-другому, я бы он даже почитал, но, кажется, его нет. Гордон украл. А, Дельсон, так, Бабангида Крутой, где он сейчас? Всем интересно. У Булгакова целая куча произведений из советских реалий исходит. Чем он не советский писатель? Тогда какой писатель Александр Грин, да, про не советские писатели? Александр Зиновьев, Игна Голгоф и Евангелие от Ивана. Хорошо, репаблик с либеральных знаний наиболее правы. Если можно так сказать, их коллеги Снопыского явилось гораздо левее. На их фоне имха репаблик чуть ли не трамписты. Не знаю. Репаблик навальнисты, прежде всего, да? Олег, не в тем вопрос, сзади книги все просчитаны? Ну, большая часть. Владимир Путин, никак не вытащу. Так, Олег проснулся в среди ночи, попал на стрим. Я в запое, Андрей Репа. Слушаю стрим и решил купить квартиру в курортной зоне Бернска. Хорошо, поздравляю, Андрей Репа, наберегите себя. Что такое твиттер? Тут знают только 3-4 человека. Окей. Джон Грант пил с Би-2. Спасибо большое. Сквер Мицкевича в Кёниге. Торопливо к дате применового света Достоевского. Еще памятник АФМ. Влупили теперь образ в лекарственном салете. На школе плохо пахнет. Как отмыть и надо ли? Да не надо. Отмывает, на самом деле, памятник симпатичный с птичкой, да? И как бы, ну, что называется, я думаю, полякам не очень обидно, что там нежилой пятачок, пустырь, который оказывается носил Мемицкевич, теперь перестал носить Мемицкевича, да? Господи. Мемицкевич же был, как бы, против русских глобально. Ну, был. Ну, чего уж там. Я бы еще улицу Шевченко из Калининграда убрал вообще просто нахуй, потому что позор, да, в центре буквально чуть ли не по месту, где стоял, да, замок проходит улица Тараса Шевченко в Калининграде, Кенигсберге. Уж ладно там это был бы там хотя бы Таганрог, да, или Симферополь даже, бог бы с ним, а то Калининград, в котором вообще и украинцев, в общем, толком не было никогда. Русские вперед. Как дед без ежедневного Гитлера заснет, заревел, говорит Марат, да. Неоксон соль на журналистов Федоров, у него есть альбом на стихи веденского Безандерс, рекомендую. Я, по-моему, даже слушал, если честно. Олег, у меня кажется, деградация экспертизы по России в США сознательная практика. Не может же быть, чтобы они настолько все скатились. Не, но если бы у них, помимо вот этого провала, был бы, допустим, расцвет тех наук и практик, которые мы уже отрисвляем с эпохой белых соцгендарных мужчин, тогда бы да. Так-то тотальный деградач. Поэтому, я думаю, может специально делать, чтобы исключить возможность любой дискуссии по России, обществу опять нужен страшный враг, но адекватно воспринимать более не обязательно. Враг вот болтается под ногами, называется Китай. Но все его боятся. Ни дис, ни пародия, есть повец славы. Нет, не смотрел тогда. 899 рублей, Денис Медведев, спасибо, Денис. Шаринов с теми будет 200 рублей, Transpower Performance. Заплатите 20 тысяч и узнаете ответ. Личонок Алиса, ну слушайте, тогда или нет, Ремчуков даже не знает, что в паспорте РФ нет графы национальность, рука лицо. Почему чеченцы на учениях без российских флагов? Потому что не надо в Таганроге у Лисовича Шевченко, да не надо в Калининграде улица Шевченко. Марат говорит, Тарасом Шевченко в Калининграде пугает поляков. Нет, там интереснее. Из города Калининграда в Польшу в моё время вели две дороги, две улицы. Одна улица Суворова, который, собственно, Польшу в крови топил. Другая улица Дзержинского, который хоть и поляк, но мразь. Украинский Белорусский фронт брал Кёник, не надо забывать. Так и назовите улицу Деды Воевальская, да, там улица Украинского фронта. Я бы ещё по всей России, бы в рамках уважения к евреям, убрал бы улицы Богдана Хмельницкого. Зачем нам вот этот украинский, опять же, Гитлер, да, он нам не нужен. На этой ноте, дорогие друзья, я ещё раз призываю вас нажать кнопку с долларом, нажать лайк на прощание и посмотрите Рашкина. А я сегодня ночью буду писать колонку. До свидания, пока, всем счастливо, спасибо.